Друзья, всем привет! Джуков Виталий на связи. Сегодня, как обычно, краткое по делу. Приболел немного, поэтому довольно длительный срок не выходил в эфир. Сейчас давайте обсудим, что у нас происходит на крипторынке. Сегодня досконально разберу ситуацию по биткоину, также затрону Zcash. Сейчас со всех щелей мнительные люди кричат, что все, мы летим на 5000 и вообще других вариантов никаких быть не может. Да, мы с вами обсудим, как можно будет заработать, если действительно нам сейчас закинут объемов, но все же среднесрочную ситуацию я рассматриваю абсолютно в другом ключе. Друзья, спонсор этого выпуска Международное Объединение Форекс Трейдеров. МОФТ – это ребейс-сервис номер один по возврату части спреда или комиссии, которая взимается брокером за то, что тот предоставляет возможность трейдеру торговать на Форекс. МОФТ на рынке уже более 9 лет. Клиентов у организации более 200 тысяч человек. Общие выплаты превысили 5 миллионов долларов. Работая с МОФТ, трейдеры получают возврат спреда до 100% по каждой заключенной торговой сделке, даже убыточной. Помимо дополнительного дохода, вас ожидает ряд и других преимуществ, такие как топовые брокеры и биржи, свежая аналитика рынка, бесплатная консультация юристов, участие в ежемесячных конкурсах, обучающий материал, брифинги, вебинары, надежный компенсационный фонд и огромный выбор платежных систем для вывода средств. Платите брокеру комиссию, но не получаете ребейт, не тормозите. Ссылка в описании. На данный момент мы с вами наблюдаем за ростом и локально мы с вами можем наблюдать восходящий канал. Несмотря на то, что фракталы довольно ломаны, отрицать того, что сейчас локально восходящий тренд у нас есть, ну просто глупо. Но здесь есть довольно важный момент. Я неспроста сказал уже несколько раз слово локально. Если рассматривать глобально, то данный восходящий тренд у нас вплотную, просто вплотную подходит к верхней границе сопротивления глобального канала фазы накопления. И да, действительно, тут довольно многие справедливо говорят то, что преломление этого канала в принципе сулит нам поход выше. И тут у меня возникает довольно резонный вопрос. А есть ли у нас силы для того, чтобы преломить данное сопротивление? И когда мы с вами открываем любой график, мы видим, что проторговка, ну она действительно довольно низкая. И те, кто сейчас говорят о всплеске объемов, видимо, забывают то, что в торговых стаканах есть ордера ботов, которые на самом деле вычислить довольно несложно. Да и в принципе, чтобы более-менее понять, какой у нас сейчас реальный продавец или покупатель, надо убрать эти ордера и увидеть действительно количество ордеров на покупку, количество ордеров на продажу. Но если мы с вами откроем график как шортов, так и лонгов, то мы с вами вполне справедливо сможем отметить то, что количество шорт и лонг позиций плюс-минус одинаковое. Ну, извините, 23 тысячи открытых контрактов лонг против 20 тысячи открытых контрактов шорт. И только отталкиваясь от этого, мы с вами можем абсолютно спокойно сказать то, что у нас нет как уверенного покупателя, так и уверенного продавца. Рынок действительно сейчас в замешательстве. И тут можно задать резонный вопрос вам. Готовы ли вы сейчас вскочить в биткоин или в любую другую топ-валюту, ну не знаю, на 10, 20, 30 тысяч долларов одним ордером, чтобы ожидать там пампа до уровня 5 тысяч долларов? Я более чем уверен, что вы ответите, что ну вы реально не готовы этого сделать. А вот спроси сейчас абсолютно большинство трейдеров, что бы вы сделали на уровне 4200-4300? Ответ будет очевиден, это вероятнее всего точка выхода из позиции. В принципе, уже отталкиваясь от размещенных ордеров, мы с вами можем с довольно высокой вероятностью сказать, что в краткосрочной перспективе уровень 4 тысяч долларов мы с вами спокойно увидим. Если рассмотреть более глобальные поддержки, то уровни, на которых мы с вами должны будем глобально остановиться, это уровень 3750 долларов и 3550 и 3600 долларов. Если мы решим с вами рассмотреть трендовые индикаторы на 4-часовом таймфрейме, то мы с вами увидим то, что активы у нас перекупленные, причем они находятся в довольно серьезных зонах перекупленности. И действительно, по этому таймфрейму мы с вами можем наблюдать предпосылки к тому, что в любой момент мы с вами увидим красную соплю вниз, как минимум на уровень 4 тысяч долларов. Трендовые индикаторы MACD показывают то, что на данный момент мы с вами можем ожидать некий небольшой боковик, но явно скользящий средний уже нацелен на пересечение. И учитывая перекупленность актива, ну здесь ожидать, кроме как просадки курса, ну с высокой вероятностью я, к сожалению, не рассматриваю пробои там уровня 4200-4300. Потому что действительно довольно объем низкий, и я так чувствую, что то, что сейчас мы с вами наблюдаем, вот это то, что очень такой благоприятный новостной фон, мне кажется, это очень такая спланированная ловушка. Также, если посмотреть индикатор глубины рынка, мы с вами можем отметить то, что также на уровне 4200-4300 у нас стоит большое количество ордеров на продажу, а серьезные покупки находятся только на уровне 3200 долларов и 4000 долларов. Причем здесь нельзя забывать то, что на уровне 4000 долларов уже стоят стенки ботов, которые в любой момент могут убрать. Но мы с вами должны быть готовы к тому, что у нас все-таки решат закинуть объемы для того, чтобы поддержать вот эту всеобщую эйфорию. И здесь тоже есть ответ. Поэтому, друзья, если мы с вами пробиваем уровень 4400 долларов, то действительно есть резон влетать на всю котлету, потому что, в принципе, во-первых, будет ажиотаж на покупку, потому что сопротивлений, ну таких серьезных у нас по пути не будет. И в принципе, на уровне 5200 долларов мы с вами сможем увидеть актив. Но еще раз говорю, сейчас мы находимся вплотную к глобальному сопротивлению, объемы довольно низкие, восходящий канал тоже упирается в глобальное сопротивление, локальный. Сейчас самое ожидаемое – это откат в краткосрок до уровня 4000 долларов. Средний срок – это уровень 3750, первая остановка. Также те, кто следит за моими ордерами ВКонтакте, видели то, что я покупал Zcash на уровне 52 долларов. Сейчас актив показывает там 62 доллара. В принципе, он находится уже у предыдущего своего хая. И сейчас надо довольно внимательно смотреть, есть ли смысл выходить из него или еще его поддержать. Объясню почему. Если рассматривать 60-часовой таймфрейм, то мы упираемся с вами в уровень предыдущего хая – это 62 доллара 50 центов. И, соответственно, если мы будем с вами отторговывать этот хай и пробивать уровень 60 долларов, то, в принципе, из актива есть смысл выходить, потому что он идет на ретест 53-54 долларов. Но торопиться я тут вам не советую, потому что также мы должны посмотреть, возможно, мы с вами будем пробивать уровень 62,5 и следующая остановка будет на уровне 73 долларов. Поэтому по Zcash я даю такую рекомендацию, если вы со мной входили в сделку по 52 доллара, сейчас за ним понаблюдать. Если, соответственно, он будет пробивать уровень 60 долларов, выходить. Если, соответственно, будет пробивать уровень 65, ну, соответственно, будем его холдить до уровня 70 долларов. Друзья, мыслями с вами поделился. Обязательно переходите по ссылочке на сайт Международного объединения Форекс Трейдеров. Вы там найдете много полезного для себя. А я, в свою очередь, прощаюсь с вами до следующего выпуска. Если был полезен, поддержите видео лайком и комментарием. Также, если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Работай! Субтитры сделал DimaTorzok